всем привет дорогие друзья это канал 3dware и с вами я алексей и сегодня к нам на распаковку попали очки дополненной реальности microsoft hololens давайте же вскроем их и посмотрим что у нас идет в комплекте вот такая вот черная коробка с синими узорами самих очков у нас попадают в руки достаточно массивный навес вот так же идет вторая такая маленькая на ней написано кликер соответственно это наш джойстик управления очками скроем его в последнюю очередь пока отложим в сторону и соответственно сейчас скроем сами очки и так вот такая вот стильная у нас коробка внутри смотрите она синим обрамлена у нас все у нас обито поролоном так что никаких повреждений учтите не будет все это в кейсе вот такой у нас эти сам кейс сейчас мы его откроем вместе с вами посмотрим что у нас еще идет в упаковке здесь маленькая книжка это так понимаю мини инструкции что это дэв кит дэв лопну то есть для тех разработчиков которые хотят что-то для очков выпустить такой вот изданец это какой-то маленький мануальчик гайд для а это гарантийный талончик я понял это гарантийный талончик откладываем в сторону давайте посмотрим что у нас еще здесь есть снизу под упаковку ничего нету все что у нас есть это только вот этот маленький кейс как маленький достаточно обширный большой на самом деле на нем еще такой вот ремень не знаю зачем он нужен все это нам его не застегнуть и сейчас откроем и посмотрим что там внутри идут а коробку откладываем в сторону она нам не нужно все что лежало в коробке помимо самих очков это такой вот маленький гарантийный талончик и так открываем верхнюю крышку и вот они собственно говоря на верху лежат сами очки. Сейчас мы на них посмотрим более подробно. Отклонить не могу, но здесь у нас вот такая пенопластовая пластиночка. В центре рядом с ней написано Start Here. Если туда заснуть палец, она просто снимается. Ну то есть логично. Типа просто снимите, складываем в сторону. В центре лежит мануальчик. Let's get started. Давайте начнем. Здесь очень подробная инструкция о том, как одеть на себя, отрегулировать очки и каким образом их правильно использовать. Вот эту фишку надо изучить каждому наизусть, потому что очки на самом деле очень трудные в употреблении понимания. То есть действительно нужно прямо изучить. Эта инструкция рассказывает о всех нюансах использования данных очков, и это действительно важно. Так что мануал идет, он идет как минимум на двух языках. Это издание у нас получается французское, я так понял, что на одной стороне у нас английский язык, на другой стороне французский язык. И на коробке везде написано на английском и французском. Так что, скорее всего, это просто французское издание. Вот такая вот тема. Ну логично, что потом в массовых продажах будет русское издание с русской инструкцией подробной. Логично, что это будет идти у нас в комплекте. Так, далее у нас идет вот такая вот пластиковая панелька, юнит. В ней у нас лежит периферия для очков. Как минимум здесь лежит вот такой вот блок питания, которое вот так вот отгибается, это не стандартный переходник нужен, учтите, это просто так очки вы не запустите. Хорошо, первое есть. Далее у нас вот такая вот прищепочка на нос. Даже сейчас я могу ее одеть и посмотреть, как она выглядит. Вот такая вот накладка на нос, плотненькая, она достаточно жесткая. Не знаю ее предназначение, но есть и есть. Она, видимо, с прищепкой такой, то есть идет в сами очки. Сейчас мы посмотрим на это подробнее, чуть попозже. Также идет вот такая вот батистовая ткань, отклеивать ее не буду. Точнее, открыть-то я ее могу, я не буду ее открывать. То есть, батистовая ткань, все ее прекрасно видели, вот такая вот она. Показываю крупнее, есть и есть. Далее под ней у нас идет вот такой вот шнур USB, microUSB, стандартный, видели сто раз уже, показывать лишний раз не буду его. Но единственное, что он оригинал, значит он будет крутой. И еще у нас здесь вот такая вот, вот такие вот ремешки. Вот и хэндл. Не трогать, не рвать. Потому что вот такие вот ремешки регулировки, куда именно крепятся, не знаю, но вот идут и идут. Вот такие вот они. Такие вот они. Откладываем этот юнит в сторону. Здесь все, что было, я показал. Теперь давайте посмотрим, что у нас идет далее. Собственно говоря, больше у нас ничего в наборе нету, только сами очки. Вот такие вот они у нас. Очень сильно похожи по конструкции на SUNY-верк, на которые анбоксинг я уже показал. Но только единственное но. HoloLens выпустили немножечко раньше. Соответственно, сам ободок крепления к голове Microsoft запатентовали первым. Поэтому первооткрывательными в этом методе крепления очков в голове я все-таки отдам предпочтение им. Давайте посмотрим, как это дело крепится на голову. Посмотрим, как все это выполнено, в какой вариации. Какие тут плавиши в управлении есть и все, что вообще тут есть в комплекте. Они достаточно большого веса. То есть они, конечно, не прям тяжелые, но они ощущаются тяжелее, чем в Sony VR. Легче, чем в HTC Vive. Выполнены в пластиковой вариации и в стеклянной вариации. Соответственно, передняя панель, я не знаю, стекло ли это или линзы, не затрудняюсь ответить прямо так сходу. Вот такие вот у нас линзы стеклянные спереди, которые, соответственно, и будут проецировать само изображение. У нас это дополненная реальность, а не виртуальная реальность. Дополненная. Соответственно, у нас в зависимости от нашего окружения очки будут отображать то или иное изображение. Пластик матовый, темный. Спереди под панелями стеклянными нашими линзами он черный. Также множество датчиков. Спереди сразу вижу камеру управления, которая, видимо, всю картинку компонует вместе. Сразу же вижу клавишу управления и динамики. Вот у нас два динамика розовых. Вот такие вот два розовых динамика у нас идут. Стереозвук. Также у нас здесь есть клавиша управления. На правой датушке у нас звук. На левой яркость дисплея. Больше из клавиш управления здесь ничего нет. По крайней мере, я даже не вижу здесь клавиши включения. Возможно, она где-то скрыта, либо включается все это дело как-то по-другому. Скорее всего, джойстик. Мы его ускроем чуть попозже. Давайте посмотрим, как это дело можно все закрепить на голову. Давайте вот так вот отогнем сам механизм. Вижу сзади еще какую-то клавишу. Парочка разъемов. Это microUSB как раз-таки для зарядки. А 3,5 джек для вставления наушников. Сзади находятся очки, между прочим, заряженные. Нажал на клавишу, загорелись 5 LED-овских лампочек. И дисплей на очках включился. Я уже что-то вижу. Также на центральном ободке у нас есть ролик. Если этот ролик крутить, у нас вот эта вот панель внутренняя начинает отодвигаться. Для чего? Чтобы, соответственно, мы все это дело одели на голову. Теперь, если мы все это дело закрутим, то очки просто-напросто окажутся на нашей голове. И все. Вот я сейчас их закрепил. Все. Они намертво сидят на моей голове. Никуда они не сдвинутся. Кстати, я включил очки, и сейчас я уже вижу изображение. Здесь у меня написано, видим калибровку. Adjust your device to see all edges. Say next to begin. Next. Калибровку проходить я до конца не буду. Займемся этим в другое время. В общем, вот такие вот очки очень плотно сидят на лице. Не висят где-то у вас на лице. На самом деле, они висят у вас только на ободке головы. За счет самого ободка. И немножечко носу фиксируются, чтобы они вниз не сваливались. Вот такие вот классные очки у нас попали сегодня на анбоксе. Теперь давайте вскроем сам кликер, джойстик, с помощью которого все это дело управляется, если не в очках. Итак, вот так вот вскрываем. Все это дело выдвигается. У нас выдвижен механизм. Внутри коробка, как опять, стилистически синяя, снаружи черная. Ничего особенного здесь нет. И вот, собственно говоря, сам джойстик. Под ним у нас идут две маленькие инструкции для кликера и для безопасности, которые у нас обязательно идут в комплекте. Нужно изучить. И опять же, посмотрев, все, что идет в комплекте в Холодинс, нужно изучать. И, собственно говоря, сам джойстик. Он у нас на вот такой вот маленькой резиночке. Не знаю, как его, куда одевать. Кнопок на нем никаких нет. То есть, если вот такая вот центральная, ее видно, она нажимается. Манипулирование больше никаких нет. Вот такой вот джойстик. Маленький кликер. Действительно, просто кликер. Все, что ему можно делать, это, наверное, кликать. Возможно, конечно, после подобного изучения инструкции выяснится, что это еще многофункциональное устройство. Но на данный момент для меня это просто кликер. Приятная дополнительность. На нем у нас есть разъем microUSB. Вот, в общем-то, вот такой вот набор периферии. И идет у нас к очкам, заполненные на реальности Microsoft HoloLens. Ваше мнение, вопросы по поводу этих очков вы можете оставить в комментариях под этим видео. Обязательно рассмотрим все вопросы. Попытаемся ответить на все возможные вопросы в обзоре на эти очки. Обзор обязательно будет подробнейший. И мы расскажем, как этими очками пользоваться. Подключать, что с ними можно делать. Очки действительно крутые. Вот такие вот. Ну, а если вам понравилось это видео, вы можете поставить большой палец вверху. Это очень сильно помогает. Способствует выходу новых видеороликов. А также вы можете подписаться на наш канал. А с вами был Алексей и Microsoft HoloLens. Всем пока-пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! «Симон»!